Всем доброе утро! Как многим из вас известно, сегодня вечером состоится очередная 11-я партия матча на первенство мира между Магнусом Карлсоном и Сергеем Каяхиным. И на самом деле я всем рекомендую смотреть стрим Шахматной Академии именно сегодня вечером, по той причине, что одним из комментаторов будет известный грузинский гроссмейстер Баадур Джабава, который, во-первых, является очень сильным шахматистом, то есть его текущий рейтинг превышает отметку 2700, ну, во-вторых, Баадур известен своим ярким взрывным стилем и очень креативной игрой. И вот как раз-таки по этому случаю в данном видео я решил показать один из лучших образцов его творчества. Так совпало, что данную партию Баадур сыграл как раз против текущего претендента на мировую корону Сергея Каяхина. Партия была сыграна в Ташкенте в очередном этапе Гран-При Фиде в 2014 году. Каяхин играл белыми и была разыграна защитой Каракан, причем с ходами конь f3 до 5 конь c3, то есть так называемый вариант двух коней. В принципе, достаточно неожиданный выбор со стороны Сергея, потому что он известен тем, что достаточно принципиален в дебюте, а все-таки в этом варианте шансы черных на уравнение достаточно велики. То есть основной ход здесь слон g4 и черные, в принципе, должны уравнивать там без особых проблем, но Баадур сыграл деб, конь е4, конь f6 и после конь f6 еf. Причем эта структура достаточно... ну вот посмотрите на эту позицию. Структура достаточно характерна как раз-таки для Каракана, причем чаще всего возникает из следующего порядка ходов, то есть более стандартного, и вот здесь, конечно, основные шансы на перевес белые связывают с ходом c3, потом развивают слон d3, а коня на е2, что очень важно. Но в партии белый конь уже стоит на f3, это существенно сужает их возможности. Как раз-таки по данной причине я считаю, что немного больше шансов на дебютный перевес белым дает ход ферзь е2, вместо конь f6, ну и понятное дело, что конь d7 теперь сыграть нельзя, то есть обычно на практике черные бьют на е4, играют потом конь d7, но вот тут идея белых в том, что после d4 конь f6 ферзь занимает неплохую позицию на h4. Но опять же, черные стоят достаточно надежно, но может быть у белых есть минимальный перевес. В партии последовало конь f6, еfc4, и здесь Баадур сыграл ферзь е7. Кстати, очень тонкий момент, дело в том, что после слона d6, который вполне напрашивается, у белых есть ход ферзь е2, и после ферзи е7 взяли на е7. После чего вот такой вот эндшпиль, ну точнее не совсем эндшпиль, а просто переходная позиция без ферзей, он скорее всего с небольшим перевесом у белых после точного хода слона е2. А вот после ферзи е7, если белые делают логичный ход ферзи е2, то черные меняются, и получается похожий эндшпиль. Например, слон е2, слон d6, но явно более выгодная редакция для черных, потому что они здесь могут рокироваться, и король не попадает под удары. Поэтому после ферзи е7, Каякин сыграл слон е2, более амбициозный ход. То есть, понятно, дело, что теперь ферзь на е7 стоит довольно плохо, и черные сразу уводят его на цесси. В дальнейшем обе стороны завершили развитие, но и вот здесь вот, наверное, один из ключевых моментов этой партии. Дело в том, что наиболее логично за белых c4, но проблема этого хода в том, что после, например, ладея е8, прошу прощения, слон е3, здесь черные могут развить слон а на g4. Это очень удобная для него клетка, то есть h3, слон h5, и здесь у черных нет никаких проблем с развитием. То есть, да, у белых чуть-чуть лучше пешечная структура, но у черных настолько хорошо расположены легкие фигуры, что уравнивать они должны без особых проблем. К тому же, обратите внимание, что одна пара легких фигур уже разменена, а это также помогает черному, у которых чуть меньше пространства. По этой причине Каяхин здесь сделал ход h3, который не допускает развития черного слона на g4, то есть ход, опять же, амбициозный, но вот пешка на h3 здесь может стать некой зацепкой для атаки черных на королевском фланге. Собственно говоря, в партии так и произошло. Последовал ладея d8, слон е3, конь d7. Вы видите, что конь через f8 перебирается на g6, где он сможет оказывать некоторое давление на королевский фланг белых. Следовало c4, логичный захват пространства, то есть без этого хода белым вряд ли удастся претендовать на дебютный перерез. Конь f8, слон d3, конь g6, ферзь c2. Таким образом, белые завершают развитие, а черные занимаются тем же самым, ладея f1, ферзь d7. Ну и вот второй интересный момент. Дело в том, что вполне очевидно, что черные создали угрозу взятия на h3. И Баадур как раз таки известен тем, что такие возможности он не упускает. И здесь Карахи сделал очень неожиданный ход слон d2. То есть понятное дело, что большинство шахматистов без особых раздумий пошли бы слон f1, прикрыли бы пешку h3, ну и получалась бы позиция с примерно равными шансами. Очевидно, что Кайакин что-то посчитал после слона d2 и решил, что жертва на h3 здесь не выгодна черта. На самом деле, видимо, это не совсем так, но и понятное дело, что Баадур с его стилем вряд ли здесь долго думал над ходом слона h3. Белые, понятное дело, должны брать и ферзь h3. Ну, очевидно, что теперь, если Белые просто защищают коня, то есть играют что-нибудь вроде ферзь d1, то черные побеждают после коня h4. Во многих вариантах, похожих вариантах, в случае, если Белый конь отвлекается с поля f3, черные дают такой вот типичный мат в несколько ходов. Поэтому Белые просто обязаны брать на g6 немедленно, чтобы этот конь не подключился к атаке, а с g ладья е3. То есть, ну, во-первых, обратите внимание на пешечную структуру черных на королевском фланге, такой своеобразный кубик. Такое можно увидеть далеко не в каждой партии. Но в этот раз отметим ход ладья е3, то есть ладья во многих вариантах помогает Белым в защите королевского фланга. Ну и вот здесь у Джамавы была возможность, в принципе, практически фоксировать ничью, то есть можно было сыграть слон f4, после чего ладья должна уходить с линии е. Ну и, например, после ладья d3, черные могут начинать давать шахи, и Белые не в состоянии уклониться от повторения позиции, потому что на короле 2 или короле 1 с большой силой следует ладья е8 шах. Но очевидно, что грузинский шахматист в этот момент осознал, что его позиция достаточно перспективная, решил сыграть на победу. Последовало g5, ну и вот в этот момент, как ни странно, Сергей допустил практически решающую ошибку. У Белых был единственный путь здесь к получению достойной контр-игры, и надо было играть конь е5. После чего очень важно, что напрашивающийся ход ферзь h5, то есть, скорее всего, именно по причине этого хода Каяхин отказался от конь е5, но так вот ферзь h5 на самом деле не проходит, потому что у Белых есть неожиданный ход король g2. С идеей подключить Белую ладью через поле h1. Черные должны брать коня, потому что в противном случае ладья h1 все равно последует. Ладья h1, ферзь g6, но и вот здесь очень важный ход, может быть, именно его не заметил Сергей, ладья е на h3. Понятное дело, что грозит мат на h8, ферзь неприкосновенен, но от черных надо что-то делать с этой угрозой, это не так легко. То есть, обратите внимание, если просто пойти f6, то теряется ферзь на g6. Поэтому, видимо, необходимо убирать короля, но здесь белые просто фоксировано побеждают. Следует слон g5, и теряется качество, и позиция черных рассыпается. То есть, после коней e5, черные не имеют права отступать на h5, но, к счастью, для них есть ход ферзь c8. После чего ферзь сохраняет доступ к полю g4, но не попадает под удар белой ладьи. И вот здесь, в таком, достаточно, на самом деле, компьютерном варианте, который для человеческого глаза выглядит совершенно неочевидным, получается равная, примерно равная неясная позиция. То есть, g4, король f1. Видно, что черно сохраняются две пешки за фигуру, сохраняются атакующие возможности, но вот компьютер считает, что, например, брать на d4 здесь не очень выгодно, потому что белые сбрасывают еще одну пешку, но избавляются от атаки черных и перехватывают инициативу. Поэтому движок после короля f1 рекомендует f5. Ну и вот в таком вот примерном варианте, ладья на e1, f4, конь e5, ферзь h5, ладья d3, получается вечный шаг. А на самом деле, опять же, для человека это все совершенно неочевидно, но с компьютером в настолько острой, нестандартной позиции, спорить очень тяжело. Ну, корякин... Трудно поверить, что корякин не видел здесь хода конь e5, скорее всего, он просто его недооценил, или же не видел ресурса король g2 после конь e5, ферзь h5. Ну, последовало c5, и вот здесь очень важно, что черные наваривают полтемпа на самом деле, на ходах слона f4, то есть теперь белая ладья должна уходить, ну, куда-то по третьей горизонтали, последовала ладья b3 и слон c7. И вот ладья на b3 стоит довольно плохо, а черный слон уже ушел из-под боя. То есть получается, что черные, повторюсь, выиграли полтемпа, и здесь это имеет критически важное значение. Последовало fc4, ну, в вариантах создавая идею ферзи f1, или может быть даже ферзи f7, король f7, конь g5, но, к сожалению, белым это не помогает, и вот здесь вот джбао мог сразу получить большой перевес, но последовала единственная, пожалуй, его неточность за всю партию, джбао сыграл ферзь h5, хотя сильнее было ферзь g4 и шах, после чего белые должны уходить короля на f1, и все могло свестись к основному варианту в партии. Но после fh5 у белых появилась дополнительная возможность, которой Сергей не воспользовался. Здесь был ход ладебет b7, после чего получается, что у черных не хватает здесь атакующих ресурсов, то есть белые выдергивают очень важного атакующего слона. Ну, здесь, кстати, довольно интересный момент, стал бы Паадур играть на победу эту позицию, то есть вот в данную секунду у черных есть вечный шах, достаточно очевидный. Но если черные хотят играть на победу, то они должны брать ладью на c7. Но вот здесь, судя по всему, белые успешно отбивают атаку, и позиция остается с достаточно нестандартным материальным соотношением. Король белых все равно слаб, но объективно только белые, скорее всего, смогут здесь победить. Поэтому не удивлюсь, если после ладья b7 Баадуре пришлось бы согласиться на вечный шах. Но последовало король g2, и в зарушающей стадии партии грузинский шахматист был точен. То есть ферзь g4, король f1 и ладья e8. Белый король не убегает на ферзь его фланг, и подвергается достаточно жестокой экзекуции. Следовало ладья e1, ферзь h3, король g1. Взяли на e1, но понятное дело, что конем брать нельзя по причине всего той же стандартной матовой идеи. Поэтому пришлось брать слоном. Ну и, обратите внимание, черный ферзь уходит из-под рингена ладьи с b3, ну и теперь ладья e8. Опять же, в который раз повторюсь, создана угроза ферзь h3 обратно, и после этого ладья e1, после чего типичный маятник слона, слон h2, слон g3 опять выиграет партию. Поэтому белые должны каким-то образом защититься от этой угрозы, и на самом деле вариантов не так много. То есть ход здесь единственный, конь g1, последовало слон h2, ну и вот здесь вот, скорее всего, Сергей просто устал от крайне неблагодарной защиты и допустил довольно грубую ошибку. То есть последним шансом здесь побороться был ход конь h3, после чего лучшие игры за обе стороны выглядят следующим образом. Ферзь e4, ладья e3, ферзь h1, король e2, ну и черные здесь могут, прошу прощения, поменять ладьи, сыграть g4. Ну и получается вот такая позиция, где выигрывается третья пешка за фигуру. И понятное дело, что черных 4-4 проходные на королевском фланге, они бегут вперед очень быстро, то есть шансы белых на спасение здесь невелики, но это в любом случае было лучше, чем то, что сыграл Сергей. Потому что на слон h2 пошел конь e2, но тут просто следует ладья b3, и нельзя брать ладью из-за того, что следует вот такой вот мат. Еще последовал ладья b7, ну и здесь Бадур просто отвел ладью назад, создал угрозу ферзь h3 мат, также ферзь g1 мат, ну и понятное дело, что белых тут нет никаких шансов продолжать оборону, по этой причине Сергей Каяхин сдался. Ну, на мой взгляд, достаточно типичный образец игры Бадур от Джабаба, то есть немногие шахматисты способны обыграть черными Сергея Каяхина в 30 ходов, но Бадур, пожалуй, один из них, и по этой причине я рекомендую вам не пропустить стрим шахматной академии, потому что не каждый день вы услышите комментарии игросмейстера с рейтингом за 2.700 на русском языке. Ну а пока всем спасибо за внимание, с вами был Никита Петров.